Сегодня в регионе более 86 тысяч людей с инвалидностью. Для каждого из них этот диагноз в свое время звучал как приговор. Кто-то смирился, кто-то опустил руки, а кто-то набрался сил и начал все с нуля. Кто поддержит в сложной ситуации и готовы ли общество к общению на равных, без барьеров. Сегодня это главная тема. Мы начинаем. Итак, гости программы. Заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Гомельского обл. сполкома Александр Копытков. Председатель Гомельской городской организации общественного объединения Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам, заведующая отделением дневного и круглосуточного пребывания детей-инвалидов и молодых инвалидов «Майский цветок» Наталья Семеняка. Заместитель директора унитарного предприятия «Светотехника» Владимир Кривой. И председатель Гомельского областного общественного объединения инвалиды-спинальники Геннадий Золотарев. Итак, уважаемые гости, безбарьерная среда достаточно емкое понятие и в то же время объемное. Как разобраться, что каждый из вас вкладывает в эту фразу? Геннадий Григорьевич. Ну, на мой взгляд, безбарьерная среда – это когда у человека с инвалидностью есть возможность беспрепятственно выйти из дома, самостоятельно передвигаться в пространстве и посещать социально значимые объекты. Но в том числе и должны соблюдаться его конституционные права. Я как психолог, конечно же, думаю о психологических аспектах этой проблемы. Это и такие трудности психологические, когда не совсем общество готово к принятию людей с инвалидностью. Это жалость, отчуждение, иногда и жестокость. И поверьте, что вот эти психологические барьеры, они не менее болезненные, чем те физические трудности, которые приходится преодолевать людям с инвалидностью. Александр Васильевич, подключайтесь к разговору. Какие действия сегодня предпринимает государство, руководство региона, для того, чтобы создавать ту самую среду без барьеров? Одним из приоритетных направлений социальной политики нашего государства является, конечно же, предоставление социальных услуг инвалидам, людям с ограниченной возможностью. Здесь, в первую очередь, это предупреждение инвалидности, реабилитация инвалидов, но и продвижение в социум, значит, продвижение в жизнь общества наших людей с ограниченными возможностями. Понятно, что средства немалые, и все-таки, по каким критериям, по каким показателям регион в создании этой самой безбарьерной среды продвинулся достаточно хорошо? Если брать отрасли, то сегодня надо отметить, что отрасль здравоохранения, туда, где больше посещает, наверное, человек с ограниченными возможностями, туда, где сегодня обращение в большей степени, культурно-спортивные сооружения, значит, объекты формации. Но я еще раз повторю, что для наших инвалидов в большей степени государство выделяет около трех миллионов рублей, выделено на техническо-абилитационные средства, на протезно-ортопедические изделия. Мы сегодня предоставляем около ста услуг. На эти цели мы беспрепятственно, по заявлению нашего человека, значит, человека с ограниченными возможностями, мы решаем эту проблему быстро и в срок. Я считаю, что здесь мы работаем целенаправленно. Удалось ли достичь того самого диалога общественных объединений и органов власти? Раньше общественным организациям отводилась функция проведения каких-то своих локальных мероприятий, каких-то там фестивалей, то есть внутри своих организаций. На сегодня уже организации работают на уровне партнера государства в решении проблем инвалидов. И это и белорусское общество инвалидов, и белорусское общество глухих, слепых, и наши организации. И эта форма уже переросла в такое отношение, как создано юридическое поле общения общественных организаций и государства в виде областного координационного совета по проблемам инвалидов. Также общественные организации привлекаются к реализации государственных программ и участвуют наравне с государственными структурами. И мы также участвуем в процессе создания системы мер по социальной реабилитации таких людей. Это очень важно. Действительно, сделано немало. Хоть часто за проблемами и делами мы этого не замечаем. И все-таки для того, чтобы развиваться, нужно говорить и о проблемах. Александр Васильевич, вот что сегодня находите основными болевыми точками отрасли? Надо обратить внимание на бытовую сферу. Сегодня торговля у нас малый процент, небольшой процент обеспеченности, значит, безбарьерной средой. Хотелось бы, чтобы эти отрасли подтянули. Но финансовая проблема также существует. Барьеры физически остаются, конечно. То есть, да, новое строительство уже предполагает некую инфраструктуру. Но старые объекты, к сожалению, даже если они меняются, но меняются точечно, частично, что, конечно же, не удовлетворяет современным требованиям и подходам. Владимир Михайлович. Все-таки остается немаловажный барьер, как я считаю, экономический. В чем он связан? Что сегодня наша система социального обеспечения, так скажем, пенсионная, завязана на, скажем, заработной плате. И сегодня возможности заработать многих инвалидов не предоставляются возможностей. И сегодня необходимо все-таки к этому обратить внимание на то, что сегодня пенсия не должна быть зарабатываться, она должна выплачиваться по степени утраты здоровья. Государствами у нас в области достаточно много делается по созданию условий безбарьерной среды для людей. Но все любые наши начинания и деяния могут остаться благими только потому, что человек не сможет выйти из дома. То, с чего, по сути, все должно начинаться. Да. Поэтому нужно создавать условия для конкретных людей, возможность им предоставить свободного выхода из дома. Хорошо. Как быть в ситуациях, когда человек в инвалидной коляске живет, к примеру, на пятом или даже третьем этаже многоэтажки, где нет лифта? Как это чаще всего происходит? Это очень болезненный вопрос и очень сложный. И, конечно, нужно решать его часто в индивидуальном порядке в каждом человеке. Тут, конечно, могут быть несколько вариантов решений. Это нужно или семье самой находить варианты обмена и переселяться на первый этаж. Второе, то, что, конечно, из полкомов или в администрациях районов должны создаваться подменные фонды жилые для того, чтобы предоставлять таким людям возможность переезда в дома или в жилье наиболее приспособленное для проживания таких людей. Но есть ведь еще и третий вариант. Я вот знаю, кое-где установлены и подъемники, они же спусковые механизмы. Да, это тоже один из вариантов. Но это тоже нужно, опять же, решаться... Проблема должна решаться комплексно. Александр Васильевич, государство в этом плане помогает? Я упустил один момент, тоже важный момент сегодня в безборезной среде. Все-таки, если мы будем выполнять закон о архитектуре и градостроении, и СТБ и СТО, которые мы обсуждали буквально недавно на нашем Координационном совете с нашей экспертизой, с нашими архитекторами, то я считаю, что мы не будем делать революционных путей, мы будем делать сразу все в законе. То есть должен работать закон о архитектуре и градостроении. И в этом плане, при реконструкциях, при строительстве новых зданий особенно, ведь мы же видим, что и сегодня эти есть нарушения. Сегодня не хватает людей, которые бы несли бы за это ответственность. Сегодня не предусмотрено конкретно ответственным людям нести за это ответственность. Когда не будет, скажем, ответственности, не будет продвижения норматива, выполнения закона. Для многих зрителей в студии тема выпуска не просто разговор на Пушкина 8. Итак, безбарьерная среда, какой она является сегодня в Гомеле и регионе, какой должна быть в будущем, какой хотим ее видеть, спросим мнение в зале. Яна, я бы хотела сказать про то, что поскольку мы стали много говорить о безбарьерной среде, все-таки это как-то все чаще и чаще на слуху, на телевидении, в газетах, так же, то вы знаете, прогресс есть на данный момент. И вплоть до того, что меня водители лично спрашивают, на какой остановке вам выходить, как вам ближе подъехать. То есть приподнимают это окошко и лично спрашивают. Это очень приятно. Очень бы хотелось это отметить. То есть сами люди стали более внимательными? Да, да. Много людей стало внимательнее, но в отношении водителей, автобусов, троллейбусов, также маршруток, они стали подъезжать очень близко. Может быть, это связано с тем, что от вас добром веет? Вот они к вам и так и относятся. По поводу того, что... Какое бы хотелось видеть, хотелось бы просто попасть в любое абсолютно здание, не задумываться о том, что как будет сложно. Даже сейчас, к сожалению, на данный момент, даже когда выходишь из подъезда, очень сложно, когда снег, лужи, слякоть. То есть это относится к дворникам, да, то есть как они убирают территорию. Вот, к сожалению, очень сложно. Хотелось бы, чтобы это как-то... И, ну, в любое абсолютно здание, чтобы не было никаких проблем. И по поводу, я еще бы хотела сказать, выдачи, так сказать, костылей. Вот для меня лично нужны костыли. Конечно, два раза... Они выдаются один раз в два года. Хотелось бы, конечно, чаще. Я понимаю, что это, возможно, сложно, что это определенные затраты, да, но это все, это все не дешево. Но, честно говоря, одну зиму, две зимы на одни костыли, очень сложно, очень. Ирина, я работаю в отделении «Майский цветок», и каждый день я вынуждена пользоваться транспортом. И зачастую я сталкиваюсь с такой проблемой, что автобус останавливается не близко возле бордюра, и приходится, считай, догонять автобус. Мне сложно. Меня зовут Галина, я рада всех приветствовать, и хочу поделиться своим особым мнением по поводу нашей обсуждаемой темы. У меня дочь, 21 год, и мы колясочники. И, как правило, сталкиваемся при передвижениях по улицам с барьерами, которые, можно сказать, для острова человека незаметны. Например, это бордюрный камень. То есть очень редко я встречаю, когда бордюрный камень лежит плашмя, и легко съехать коляской. Приходится прибегать либо к помощи посторонних. Это же очень просто. Взять и положить почаще в местах съезда. Скажем, вот такое мое предложение. Что касается еще пандусов в подъездах. Мне кажется, что в каждом подъезде обязательно будет коляска. Или это будет инвалид на коляске, либо это будет коляска с маленьким ребенком. Но обязательно проблема будет с перемещением по ступенькам. И мое предложение тоже такого рода. Нельзя ли разработать специальные нормы, специальные проекты по универсальным пантусам, которые размещать сразу изначально не по требованию, а сразу на первом этаже. Чтобы человек мог подняться на площадку, где есть лифт. Ну и в заключении своей такой речи мне хочется сказать, что я сталкивалась только с добром на улицах. Наши люди очень в этом плане готовы помочь. Начиная от маленьких детей, подростков и более старшего возраста. Будь то это в транспорте, будь то это в подъезде. Обязательно без просьбы предлагают свою помощь. Мне это приятно очень и очень радует. Барьер, синоним этого слова это защита, то есть щит. Безбарьерно значит беззащитно. Ну, с одной стороны это плохо, а с другой хорошо. Вот для инвалидов барьер это может быть и преграды, и еще что-то. Поэтому, вот например, стройка. Где-то сделали что-то неровно, допустим, дом строили. Дом может сразу быстро поломаться. А то же самое, вот надо попытаться делать все. Равнее дорогу, чтобы инвалидам было удобнее. Чтобы им удобно было подниматься там наверх, вниз. Еще больше там для инвалидов мест на парковке, потому что есть много людей, которые их занимают, хотя они инвалиды. Я хотела, во-первых, сказать спасибо за то, что все-таки эта тема затронута, и что сейчас очень много внимания этому уделяется. Я сама хожу на костылях, и вот по поводу пандусов, допустим, хотела бы продолжить. Вот я недавно даже подвернула, мало того, что я на костылях хожу, и у нас в поликлинике ступеньки два раза, получается, идут. И один раз без пандуса. По ступенькам надо подняться, а потом надо подойти к пандусу. Беспоручно вообще неудобно. А что за поликлиника? Давайте озвучим, может быть, сдвинется ситуация. На Кристалле первая поликлиника. Смертвые точки. Спасибо. И там еще, получается, если на коляске, то когда вот как раз этот незаконченный пандус, вот я подвернула ногу и ездила на коляске туда несколько раз, и получается, что если нечаянно там повернуться, неудачно или как, можно съехать прямо в гору так носом. То есть, вроде бы, решили помочь, и в то же время не доделали хорошее начинание, и получилось зачастую, как у многих, как обычно. Ну, я хотела поддержать по поводу поликлиники, конкретно, например, поликлиники на Бочкино, где пандус практически вертикальный. Поднять колясочника там невозможно. Не просто трудно, а невозможно. Вот. И там очень много мостушек, то есть очень много крутых ступенек, и подняться что пожилому человеку, что человеку с особенностями практически невозможно. Мне кажется, властям надо на это обратить внимание. А еще я хотела сказать по поводу... Вы знаете, у нас ведь сейчас очень активное движение, и у нас очень стали много строить подземных переходов. И вот я беру даже, например, такой подземный переход, который на Сельмашу, он, правда, уже построен давно. Но человеку с особенностями, даже обычному человеку, туда спуститься крайне сложно. Там очень скользко. Это одна сторона. Вторая сторона, тот спуск, который там есть, там не то что колясочнику, там с детской коляской, не подняться, не спуститься невозможно, потому что скользко. А еще одна причина того, что там практически нигде в этих съездах подземных переходов нет поручней. Если в каких-то есть один, то двух никак нет. Вот я сегодня смотрела, как поднимались ребята к вам в студию. У вас такой пандус достаточно удобный. Он несколько, конечно, высоковат, но он очень удобен в том плане, что им есть возможность взяться двумя руками. И это уже большой плюс. Вот, наверное, вот этот вопрос надо обязательно просматривать. Потому что у нас на ЗИПе-то есть, вот там уже вроде и лифт есть. Одно время он не работал, не знаю, как работает сейчас или нет. Но это единственный такой переход. А переходов у нас сейчас много. Это, по-моему, очень острая тема. Спасибо. Меня зовут Лена. У меня такой вопрос. Есть ли возможность расширить возможности социального такси для инвалидов-колясочников, чтобы доставлять инвалидов не только в медицинские учреждения, но и, например, если инвалид-колясочника занимается каким-то спортом, чтобы, например, на спортивные какие-то объекты, ну, не только в медицинские учреждения. Социальное такси работает у нас только в городе Гомеле, в районах. Но в районных центрах на местах у нас его нет. В основном, сегодня, конечно, свелась работа социального такси. Это завозят больных гемодиализом. Но что касается социального такси, им пользуются только инвалиды первой группы. Конечно, выделяются деньги, эти деньги все осваиваются. Но будем вести разговор о том, чтобы все-таки... А в большей степени мы будем задействовать, обеспечивать территориальные центры для того, чтобы использовать их для перевозки людей с ограниченными возможностями для культурно-массовых мероприятий и участвовать в культурно-массовых мероприятиях. Здесь, наверное, проще будет. Александр Васильевич, еще одна тема для разговора, которую обязательно нужно затронуть. Право на труд. Ведь для человека с инвалидностью это не просто возможность заработать, но еще и, наверное, даже в первую очередь стимул к жизни. Как реализуется эта возможность у нас в регионе? Наиболее сложных нуждающихся людей, которые сегодня не могут участвовать на рынке труда, мы все-таки создаем броню для этих наших предприятий и руководителей предприятий. Было создано в этом году 280 вакансий, то есть свободных рабочих мест. Трудоустроено было 67 человек-инвалидов согласно этой брони. Раньше все эти проблемы трудоустройства инвалидов закрывались инвалидами третьей группы и трудоустройством таких людей на предприятии общества инвалидов. Сейчас вот мы имеем опыт, наверное, первый даже как в республике, трудоустройства инвалидов-колясочников, молодых инвалидов-колясочников, и именно в бюджетной сфере этого раньше такого не было. Тем временем к разговору в студии готов подключиться эксперт программы, руководитель предприятия по производству товаров для детей с особенностями в развитии, координатор школы социальной предпринимателя Оксана Шевченко. Оксана, добрый день, рад видеться в студии на Пушкина 8. Можно ли сказать, что школа социальный предприниматель – это своего рода шанс для человека с ограниченными возможностями? Да, добрый день всем. Это действительно шанс, шанс себя трудоустроить, шанс дать работу своим коллегам из своего сообщества. Это может быть инвалидность не только, которую человек привязывает к коляске, это может быть инвалидность, связанная со слухом, со зрением. И человек, обладающий определенной идеей открыть собственный бизнес, придя в нашу школу, он получает поддержку менторов, которые помогают не просто создать стратегию, а развить бизнес до такого уровня, что он сможет приносить доход и сможет обеспечить рабочими местами людей, у которых есть определенные ограничения физические либо психологические по отношению к бизнесу. Я думаю, что многих заинтересовали. Расскажите, что же необходимо для того, чтобы получить грант на реализацию проекта в вашей школе? Я сразу хочу сказать, что грант — это не самое главное, что может получить человек. Главное — это знание, которое получит человек, и общение, и контакты. Это практически отстройка бизнеса от начала до конца. Человек, придя в нашу школу, за год из идеи может построить бизнес, который поможет ему обеспечить себя зарплатой и обеспечить зарплатой свое сообщество, над проблемами которого он работает. А грант можно получить очень просто. Надо просто зарегистрироваться в нашей школе до 31 декабря, прислать заявку на обучение. Мы будем принимать 30 человек с готовыми, почти работающими идеями. То есть идея должна носить принцип решения социальной проблемы. Это может быть проблема решения трудоустройства людей с инвалидностями в какое-то предприятии. Это может быть проблема экологического характера. Это может быть проблема сельских территорий. И самое главное, что человек, придя к нам, он сможет усилить свою идею таким образом, что на выходе получит готовый работающий бизнес для решения социального вопроса. А грант получит только три победивших проекта. И это уже будет хорошая стартовая точка уже начавшего работать бизнесом. Это хороший стимул для тех, кто услышал информацию про возможности. И это здорово. Оксана, как считаете, почему работодатель сегодня все-таки не всегда охотно берет к себе людей с ограниченными возможностями, не доверяет или не хочет рисковать, как по-вашему? Знаете, у меня есть очень хороший знакомый Сергей Бауманис. Вот наш гость, Геннадий его тоже знает. Он однажды в разговоре со мной сказал такую фразу. Раньше нас, людей с ограничениями, просто не существовало. Нас не замечали. Мы вроде как бы были, но нас в жизни общества просто не присутствовали. Сейчас этому стали уделять больше внимания, стали развивать вопрос безбарьерной среды. То есть и проблемы уже не так остро? Нет. Я считаю, что проблема как раз таки в воспитании, воспитании мысли общества. Если раньше не было даже мысли о том, что люди с инвалидностью есть, то сейчас эта мысль стала присутствовать везде. И мы стали понимать, что эти люди есть. Так вот, воспитание тех лет, оно еще присутствует в обществе, но оно уже уходит. Мы стали замечать этих людей, мы стали давать им возможности. И я думаю, что чем дальше мы будем об этом говорить, тем меньше будет проблем с трудоустройством. Владимир Михайлович, думаю, как раз в тему будет услышать полезный опыт вашего предприятия. Чем необычная, с виду обычная компания, светотехника? Да, действительно, светотехника – это предприятие, которое использует труды инвалидов, инвалидов с ограничениями зрения. То есть, тотально людей, тотально слепых. Поэтому сегодня у нас на предприятии работает более 300 человек, из которых 60% – это люди с ограничениями зрения. И сегодня мы единственное предприятие, которое в области занимает этих людей. И сегодня я хотел бы сказать о том, что сегодня наше предприятие, оно многопрофильное. Оно выпускает продукцию, которая, скажем, востребована в нашей республике. Буквально коротко, я знаю, что зачастую по некоторым позициям это и уникальная продукция. Это уникальная продукция в том, что мы стадионы, трибуны – это наши стулья, которые, скажем, путем выдувания производятся в Беларуси. Такой технологии нет. Сегодня мы единственные, которые обладаем такой технологией. Сегодня мы, скажем, производим и путем тоже выдувания, наверное, все пользуются оприскивателем. Датчники – это тоже наша продукция, которая, скажем, уникальна в своей технологии. Сегодня есть, так скажем, льготы по налогам, но они сегодня в рыночной экономике недостаточно эффективно работают. Сегодня нужно менять эти льготы в другом направлении. Сегодня необходимо государству, наверное, другие формы поддержки, не через вот эти предоставления льгот, а другие подходы к этим вопросам. И тогда все-таки работодатели будут более, скажем, им будет престижно брать инвалидов на работу. И в них будет больше мотивация к тому, чтобы мы, другие предприятия, брали на работу инвалидов. Владимир Михайлович, вот я знаю, вы на светотехнике прошли путь от простого рабочего до заместителя директора. А как пришли на предприятие? Пришел я 35 лет назад на это предприятие, закончив специализированную школу в городе Шклове, потому что я инвалид с детства. И путь был, скажем, в то советское время только на предприятие общественное объединение. Абсолютно, что, скажем, невозможное всегда, скажем, возможно. И даже и сам сегодня человек, даже, скажем, инвалид, он может, скажем, себя реализовать при, скажем, работе над собой. Геннадий Григорьевич, вот интересно, как считаете, много ли среди людей с ограниченными возможностями тех, кто не опускает руки и готов своим примером заряжать других людей? Заряжать других людей, это, наверное, люди, которые обладают какими-то качествами лидерства, на мой взгляд. Ну, таких людей обычно всегда недостаточно много, но они и в нашей среде тоже есть. Благодаря им, конечно, идет и пополнение нашими человеческими ресурсами в организации. И развитие. Развитие, да. И вот именно дает возможность молодым ребятам как-то проявить себя. Самодостаточных людей в среде инвалидов-клясочников, я считаю, что достаточно много. которые не опустили руки, которые находят себя. Кто-то в спорте, кто-то находит рабочее место новое под солнцем, кто-то решает проблемы в каких-то других сферах жизни. Кто-то открывает для себя спорт. И ведь таких примеров тоже немало. Да, да. И находит себя, и реализует, и становится самодостаточным человеком. Геннадий Григорьевич, в материале мы узнали о проекте «Первоконтакт». Расскажите, чем эта программа полезна и для пациентов клиник, которые сталкиваются впервые с определенными проблемами и трудностями, и для волонтеров, которые приходят от вашей организации. Основывается он на том, что человек, уже прошедший определенный путь и этапы жизни в коляске, делится с тем, кто только столкнулся с этой проблемой. А этот опыт бывает зачастую таким полезным? Конечно. Он очень полезен и очень ценен для тех людей, которые вот только получили травму. И не только даже для них, а чаще для их родственников. Ваше общественное объединение работает в регионе с 1997 года. Это первая в стране организация инвалидов-колясочников. Буквально коротко, что считаете сегодня своим основным достижением? То, что в партнерстве с государством в Гомельской области налажена система мер по медицинской, социальной, психологической, физической и трудовой реабилитации таких людей. Это очень важно. И я думаю, что мы в отношении других областей республики немножко идем даже впереди. Немного ранее Александр Васильевич говорил о проектной деятельности, которая помогает развиваться. Вы в этом направлении, знаю, тоже достигли определенных результатов. Да, мы уже в течение, наверное, последних семи лет занимаемся проектной деятельностью. Это получением международных каких-то грантов. Ну, эта работа, во-первых, очень стимулирует организацию, не дает застаиваться. Это дает второе организационное развитие организации и привлечение молодых ребят вот именно к активной работе и заинтересованность их в этом. И, конечно, финансовые вливания, которые помогают развиваться. Да, финансовая поддержка таких проектов, она дает возможность сосредоточиться именно на реализации поставленных задач. И не отвлекаться на поиски возможностей финансирования. Это очень важно. И еще один эксперт программы готов подключиться к разговору прямо сейчас. Слово руководителю Народного театра «Миниатюр» и инсценированной песни Евгению Васильеву. Евгений, так чем же отличается ваш коллектив от сотен, десятков аналогичных? Наш коллектив отличается тем, что в него входят люди с нарушением слуха разного возраста. И в постановках коллектива, будь то песня, стихотворение, сценка, миниатюра, всегда используется жестовый язык. Но я бы назвал это не отличием, а оригинальностью коллектива. Евгений, так неужели жестом можно передать и смысл, и эмоции? Конечно, можно. Я считаю, что с помощью жестового языка и мимики леса можно передать эмоции и чувства переживания намного ярче, чем голосом. Хорошо. А как относитесь к тезису о том, что искусство лечит? Есть конкретные примеры в тему? Ну, конкретные примеры сложно привести, но в принципе, да, я согласен, искусство лечит по-любому. И еще хочу сказать одну вещь, что искусство не только лечит, оно и стирает границы и барьеры между обществом и людьми с ограниченными возможностями. Спасибо. В декабре в Гомеле состоялась премьера необычной постановки «Тихоград. История о том, как в городе пропал звук». О концепции проекта спросим у режиссера спектакля, руководителя театра «Без слов» Ирины Тепугиной. Ирина, так чем же необычная, обычная новогодняя постановка? Это необычная новогодняя постановка, это шоу-спектакль «Тихоград. История о новогоднюю ночь». Уникальность его была в том, что там соединение музыки, соединение жестовой речи и соединение голоса. Спектакль понятен детям и с нарушением слуха, и с нарушением зрения, и также простым деткам. Но он у нас был рассчитан, и он сделан был хорошо для всей семьи. Он понятен всей семье. Он смешной, так как там присутствовала клоунада, пантомима, хореография, брейк-данс, новые направления в танцы. И получилось очень хорошее шоу, поскольку формат был выбран новый, учитывая, что мы за инклюзию, и спектакль наш был инклюзивный. И основное действие происходило не только на сцене, а в основном в зале. Клоуны, мимы, они спускались в зал, они разговаривали, общались с жестами, с детьми. Были огромные камы снега, был снег. Все они щупали, все они пробовали, участвовали в этой интересной постановке. И я думаю, что всем понравилось. По крайней мере, отзывы были хорошие. В общем, заинтересовали. Я очень надеюсь, что проект будет продолжаться. Буквально коротко, о чем эта добрая сказка? Эта добрая сказка о том, что дети, с них у нас все начинается, да? Мы за них в ответе. И мы, как родители, мы должны им рассказывать, учить их, учить их добру, учить хорошим поступкам. И говорить о том, что рядом с ними есть люди немножко другие. Но они, может быть, даже намного добрее, они, может быть, намного чувственнее, они, может быть, намного ярче. И я скажу вам на примере того, что у меня в театре присутствуют и участвуют участники с нарушением слуха, а также тотально глухие. У меня есть участники с нарушением зрения, практически тоже тотально глухие, которые уже выходят сейчас на сцену и выходили не просто на сцену, а были участниками международных фестивалей. И у нас дипломы первой степени и по пантомиме, и по клоунаде. Это и город Калининград. Так, как же удается найти контакт для достижения своих целей? Желание. Все зависит от желания. Можно все сделать. Желание и труд. Конечно, желание и труд. Не нами придумано, но факт. Меня зовут Софья. Мы с Ксюшей сами участвуем в этом прекрасном спектакле «Тихоград», потому что это спектакль для всей семьи, как сказала Ирина. И мне нравится участвовать в этом спектакле, потому что там очень прекрасно. Там весь Новый год, все дети любят Новый год и взрослые. В общем, вы всех приглашаете. Да, я приглашаю, можно сказать, весь зал, всю студию. Наталья Григорьевна, сколько о вас знаю, столько вы всегда повторяете одну фразу. «Жизнь так же хрупка, как и майский цветок». Что вкладываете в эту мысль? Ну, я эту фразу говорила в отношении детей с особенностями развития. То есть любой ребенок, в общем-то, требует внимания, тепла, как весенний цветок. А когда мы говорим о детях с особенностями развития, то, конечно, они требуют повышенного внимания в 3, в 10, в 100 раз. И, конечно, я без преувеличения могу сказать, что многие наши мамы просто героические женщины. Тогда тема нашей программы стала для вас и для вашей семьи уж очень близкой. С рождением дочери я поняла, что есть такая проблема. И я говорю о том, что именно моя дочь привела меня в профессию, сделала меня тем, кем я являюсь на сегодняшний день. Сегодня вы помогаете другим родителям, которые сталкиваются с похожими проблемами. А ведь действительно, они какое-то время находятся в вакууме. Один на один с ситуацией. Как быть? С какими вопросами обращаются? С вопросами обращаются самыми разными. И именно создание общественной организации позволило нам как-то активнее помогать мамам, которые к нам приходят. Очень важно то, о чем говорил Геннадий Григорьевич, первый контакт. Когда вот это случилось, у тебя появился ребенок, это не знаю, что делать, куда бежать, что предпринять. И хочу сказать, что наши мамы уже такой, знаете, замечательный, крепкий потенциал, который помогает другим родителям, молодым родителям справиться вот с этими трудностями. И совершенно замечательно, вот буквально на днях я общалась с молодой мамой, которая несколько лет назад родила девочку с синдромом Дауна. И как раз мы ей активно помогали, потому что мама была крайне растерянна, она не была готова к такой ситуации. И наши мамы собрались, у которых дети с подобными, ну даже не могу сказать сложностями, да, но вот дети. И они рассказали, показали, поделились своим опытом. И совершенно замечательно, что спустя несколько лет эта мама пришла и говорит, «Вы знаете, вот если у вас есть кто нуждается в помощи, вот я готова». И для меня это было очень приятно, потому что действительно, наверное, для этого мы работаем. И еще немного об отделении дневного и круглосуточного пребывания «Майский цветок» в Гомеле, которым вы руководите. Более 10 лет это единственное в Беларуси учреждение, которое оказывает услуги по социальной передышке. Что это значит? Ну, уже, да, наверное, 14-й год мы работаем. И социальная передышка, к счастью, уже не только наша прерогатива, насколько я знаю, и уже интернат для детей-инвалидов, да, с осумностью психофизического развития оказывает подобные услуги, немножко в другом формате, но не главное. Главное в том, что эта услуга оказывается, она востребована. И суть ее в том, что мы на время даем возможность отдохнуть родителю, беря ребенка к себе в отделение. И гарантируя уход и присмотр нехуже, чем дома. И даже реабилитацию? Конечно, конечно. Александр, я бы хотела сказать огромное спасибо, да, что мы об этом говорим, и не только говорим, что это все чаще и чаще обсуждается. Я хочу, чтобы не только говорилось, но и по возможности делалось. Спасибо всем огромное за то, что сейчас уже у нас есть. Я думаю, у нас будет гораздо лучше. И ни один человек с ограниченными возможностями не будет задуматься о том, как ему выйти на улицу и как ему устроиться на работу. Будем стремиться к лучшему. И я надеюсь, все получится. Что ж, это были наши выводы. Сделайте своим. На этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкино-8. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова